МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Давайте у вас расспросим, тяжело ли вам? Или, может быть, есть какие-то преимущества? Как вот утро в частном доме начинается? Расскажите нам. Забот, хлопот. Конечно, я думаю, да. Утро в частном доме, наверное, начинается точно так же, как в благоустроенной квартире. Кофе, чай. Дело в том, что не в утре проблема. Дело в том, что частный дом, здесь свои преимущества и свои недостатки. Давайте о преимуществах. А преимущества, ну, во-первых, вчера, например, шел дождь, и во многих квартирах было немножко сыро и холодно, а мы с утра протопили печку. И у нас было тепло, светло и сухо. Вот видите, зато вне зависимости от отопительного сезона. Да, они не зависим. Затем, ну, в некоторых квартирах, как говорила наша средства массовой информации, в городе не будет воды. А у нас вода есть всегда. Ну, когда не поленишься и принесешь. Ну, не поленишься обязательно, потому что без воды жить невозможно. Человек на 66% состоит из воды. Без воды, как говорится, как в песне поется, и не туды, и не сюды. Ну, и опять же, работа. Зимой можно снежочек полыграть. Ой, красота, конечно. Представляете, приходишь домой, а там снега, сугробы. Ну, что, берешь лопату, варь, и убираешь этот снег. Ну, красота. А еще, если дополнительно ты что-то убираешь, а дополнительно он еще падает тут же с неба. И думаешь, вот надо же, а завтра опять убираете. Ну, ладно, зима все никак не может закончиться. Ни в наших разговорах, ни судьи, ни по погоде. Давайте о лете. Ну, вот о летом все-таки, это же тоже красота. Я так понимаю, что... Какие красоты? Присадим на вот эти вот 6 соток. 6 соток. 6 соток. 6 соток у нас, естественно. Ну, все посадки. Это же вообще, вот многие почему-то считают, что это... Ой, тебе же вот садить, тебе же поливать. Ну, вы знаете, это же как здорово. Вот, знаете, сирень цветет, например. Выходишь на улицу, окна откроешь, а она и дома запах. Сирень цветет. Ну, и красота. А у вас есть вот собственный огород? Вы что-то выращиваете на нем? Да, выращиваем. А как же без огорода-то? Ну, 6 соток, поэтому... А заготовки на зиму? А то. Конечно, обязательно. Пошел, сорвал лучок. Тут же его покрошил, тут же его борщ, например. Ой, ну, как приятно. И какая вкуснотища все-таки. Опять беремся к зиме. Достаешь вот этот все запах, сам все сделаешь своими руками. Понимаешь, не кем-то... В общем, вот об этих плюсах и минусах мы спросили у наших жителей города Благовещенска, что же они нам рассказали. Давайте посмотрим наш следующий сюжет. Речка рядом, можно бы идти искупаться. Там чистая, экология там хорошая. Там есть чушечки, курочки там, да? Там вода чистая. Молочко все натуральное, воздух свежий, а в городе не так. Но есть и минусы в деревне. Там нету такой цивилизации, как у нас здесь. Бедно. Коммунальных удовольствий никаких. Можно в деревне жить. Сейчас я читаю. Все зависит от нас. Мы приезжаем туда постоянно. Время проводим, отдыхаем. Мы сейчас продолжаем беседовать с Ольгой Владимировной Сашниной. Ольга Владимировна, вы все-таки стали... Мы вас пригласили не только для того, чтобы вы рассказали о своем приусадебном участке, о своей жизни в частном доме. Мы все-таки вас пригласили как победителя конкурса «Научный музей XXI века». Конкурс проводится уже шестой год. Фонд «Династия» его организовал. И для популяризации деятельности научных центров, связанных с работой музеев и так далее. Я так понимаю, что вы победили. И в качестве приза вы поехали на стажировку в Варшаву. Да. Расскажите поподробнее. Во-первых, знаете, это была... Впервые такая была номинация, стажировка в Варшаве в самом крупном европейском центре, который называется «Коперник». Вообще, как бы в этом центре, он не так давно существует, но он очень-очень известен стал в Европе. И стажировались музейщики и учителя из Грузии, Азербайджана, Белоруссии. А Россия как-то никак не могла туда пробраться. И вот фонд «Династия» впервые решила, что надо бы музейщиков вывезти. Объявили грантовый конкурс, мы писали заявки, эссе, рассказывали о том, что мы делаем. И вот было 25 заявок со всей Россией. И 11 человек победили, вот и поехали туда. Мы вас, конечно, смотрели. Вы среди победителей. Да, мы вас поздравляем. Мы с удовольствием поздравляем вас. Это очень приятно, что теперь и в Амурской области получат развитие, в том числе и в палеонтологическом области. Все, что получат, потому что идей там много. И там была очень серьезная такая программа. И мы тренинги проходили, такие серьезные темы, как спонсоринг, маркетинг. Также мы смотрели, как занимаются с детьми. Самое интересное, центр очень большой. Они показывают явления, не экспонаты показывают. Например, такое явление, как младенчество. Вот как показать младенчество? Или как показать старость? Это биология, например. Физические явления также. Но самое интересное, что всех нас поразило, там есть такая галерея, которая называется ПЗ. Это для детей от 0 до 6. И там все предназначено для этих детей-бетиш. Как здорово. А вообще, родцы, расскажите, сложно ли было вам участвовать в таком конкурсе, такого масштаба? Да дело в том, что я участвую во всех конкурсах, каких только можно. Стараетесь, просто принимать участие. У вас уже большой опыт за плечами, да? Да опыт, не знаю, большой или небольшой, но грантовые конкурсы для музеев, их не так много. Поэтому нужно пользоваться случаем, стараться. Да, есть президентские и так далее. Ну, я всегда участвую и никогда не верю, что я как бы что делаю, выигрываю. Ну, вот в этот раз тоже просто так поучаствовала. Ну, и теперь тогда расскажите, какие новшества ожидают посетители Палеонтологического музея. Вот с экранов телекамер вы можете сейчас пригласить. Вы же вернулись, я так понимаю, планы какие-то появились, какие-то идеи, завоплощения. Я понимаю, конечно, что вот недаром из ваших уст сорвалось слово спонсоринг. Что очень многое упирается вот в этих вот спонсоров. Да. Понятно, но все равно, даже если вот не опираться на спонсоров, грубо говоря, все равно же какие-то идеи можно обладать, что-то новенькое, интересное. Да, многие идеи же вообще не требуют денег. Требуют только интересных идей и их воплощения. Это естественно. И везде. Ну, а идеи, дело в том, что я только неделю как вернулась, и пока еще у меня все это укладывается постепенно в такие геологические слои, так сказать, что-то позже сделать, что-то пораньше сделать, да. Ну, мы планируем, конечно, очень много нового, и мы об этом будем обязательно всем сообщать. Как приятно, наверное, чиновникам сейчас слышать, что некоторые проекты не требуют денег. Хочется, чтобы это не было руководством к действию. Хочется, чтобы все-таки и вашему музею, и многим музеям нашего Преамурия помогала и федеральная власть. Я понимаю, что вы на федеральном бюджете. И наши власти Преамурия, и вообще, чтобы эта жизнь закипела. Чтобы музеи были не просто вот приехал и посмотрел на экспонаты, а чтобы это было вот именно центром, куда дети приходят. А я знаю, к вам дети приходят. Ой, очень много приходит детей. И у нас, вы знаете, когда мы проводим выездные мероприятия, как-то был такой случай, один мальчик ходил на все лекции, хотя лекции у нас одинаковые. В конце он очень стеснялся, вероятно, но все-таки подошел и сказал, ну, подарите хоть крошечку динозавра. По-моему, крошечку подарили. От косточки, да? Да, да. Вообще, вот вы же берете с собой вот эти кости динозавра. Я так понимаю, берете только те, которые в хорошем состоянии, которые выдержат вот эти переезды, перевозки. Выдержат, и которые нам выделили ученые, потому что есть такие вещи, которые нельзя просто возить, на них нельзя дышать, потому что это называется галлотипы. Это национальное достояние. Научная работа ведется у вас, да, при научном центре? Да, у нас академический музей, поэтому у нас в нашем музее есть тема зарегистрированная, и мы как бы тоже работаем над темой, но у нас музейная тема больше, не полиэтологическая. Но, тем не менее, я думаю, что очень много интересного ожидает наших амурчан в вашем музее, так что действительно, девиз «берем друзей и все в музей», как нельзя, более актуально. Спасибо большое, что пришли к нам, рассказали обо всем этом. Спасибо. Давайте посмотрим, что ждет и ваш музей, и вас лично, и вообще всех амурчан из нашего гороскопа. Овны сумеют воспользоваться личным обаянием для ведения переговоров. От сегодняшних сделок зависит очень много. Тельцы преуспеют в делах, которые связаны с оформлением бумаг. Будьте аккуратны в обращении с острыми предметами. Близнецы даже там, где нужен холодный расчет, проявят свое творчество. Из-за этого, кстати, и потеряют часть прибыли. Раки. К вам вернутся деньги, которых вы и не ждали уже. Если вы долго вынашивали некую идею, сегодня сможете ее успешно продать. Львы. Сегодня для вас вероятны проверки и не слишком удачные. Возможно, вы и сами найдете ошибку в своих прежних делах. Девы. Вас не обойдет вниманием человек, в расположении которого вы в последнее время крайне заинтересованы. Для многих весов намечается реальная возможность смены рода занятий или направления в работе. Скорпионы. Не исключен возврат к работе с теми партнерами, с кем давно уже были разорваны всякие отношения. Стрельцы. Успех вам принесет работа с натуральными материалами, деревом или камнем, а также с животными. Козероги. Особое значение для вас имеют телефонные переговоры. Нужная информация сегодня превыше всего. Водолеи находятся в ожидании финансов для их проектов. Деньги, наконец, появляются, но найдутся и новые статьи расходов. Рыбы. В делах нужно проявлять свою собственную инициативу. Обещания тех, от кого вы зависите, уже несколько утомляют. Апельсиновое утро Московский комсомолец Вся Россия. Один МК Амурская правда Свежие новости. Ваш дом. Подписка продолжается. Первенство Дальневосточного федерального округа по боксу среди молодежи от 18 до 22 лет в памяти героя России Сергея Солнечникова. Участвуют сильнейшие боксеры Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровского и Приморского краев, Якутии, Сахалина, Камчатки и Забайкалья. С 31 мая по 3 июня в спорткомплексе «Юность» Улица Краснофлотская, 4А. Вход свободный. Спонсор показа «Билайн». Всем доброе утро. 8 часов 46 минут в Благовещенске и несколько новостей из мира кино. Вот так актриса Кира Найтли обручилась со своим возлюбленным клавишником группы «Клаксон» Джеймсом Райтоном. Она сообщила об этом СМИ, однако ни место действия, где будет проходить, собственно, сама свадьба, ни дата проведения, ничего это не разглашается. Известен только тот факт, что сама актриса подтвердила, что они решили пожениться, пока она никак не прокомментировала события о том, что будет ожидать на бракосочетание. Однако многие поклонники уже в ожидании этого мероприятия. Я думаю, что там будет. Как обычно, пираты Карибского моря, собственно. Все соберутся, все и гурьбой. И давай там куролесить, пить пиратский ром. Ну, в общем, и прочее. Выстрелы, пушки, громыхать, похищение какие-нибудь. В общем, все будет от репетированных исследований. Ну, это, наверное, сюжет уже следующего будет. Жених в образе Джека Воробья, да?